Приветствую вас, мои друзья! У нас прогноз на 22-й год для знака Зодиака Рыбы. Прогноз называется Колесо Жизни. Мы посмотрим основные сферы нашей жизни, что вас ждет в 22-м году. Получим советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник. Если у вас есть какое-то желание или мечта, загадайте. Мы посмотрим, сбудется оно или нет в 22-м году. Всех рыбок, рыболек, я поздравляю с наступающим Новым Годом. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, исполнения всех ваших желаний. Пусть все мечты у вас исполнятся. И пусть 22-й год будет легче, чем был 20-й и 21-й. Рыбы, 22-й год. Прогноз Колесо Жизни. Начнем мы со сферы карьеры, работы, бизнеса. Давайте посмотрим, что вас будет ждать в 22-м году. Совет. Финансы. Совет. Любовные отношения, семья, брак, новая любовь. Совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры, заказчики, клиенты. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение в 2022-м году. Совет. Творчество, творческие проекты. Совет. Отдых. Развлечение. Совет. И ваше собственное развитие, обучение, реализация. Совет. Еще одна карта у нас будет. Это основной акцент этого года. На что вам нужно обратить внимание. Хорошо. Наш прогноз готов. Давайте начнем с первого варианта. С первого пункта. Это у нас карьера, работа, бизнес. Смотря кто чем занимается. Здесь у нас сложится стройка кубков. Конечно, карта может говорить, для тех, кто ищет работу, это нахождение новой работы. У кого-то здесь может быть сдача какого-то крупного проекта, получение прибыли. Еще это карта объединения. Если по двойке кубков это два человека, то здесь может быть какое-то слияние. Или вы можете присоединиться к проекту, к вам может кто-то присоединиться. Это вот с людьми, с которыми у вас одни и те же цели. И здесь карта говорит, что вам будет доставлять удовольствие именно сам процесс работы и коммуникации с этими людьми. В совет ложится Паш Мечей. Вы знаете, как может быть? Паш Мечей все-таки это Паш. Может быть, у вас есть какая-то задумка, которую вы хотите реализовать. Но, скорее всего, в одиночестве, как бы в совет, карта говорит, вы можете переоценить свои знания или свои возможности. Может быть, вот с кем-то вам получится лучше реализовать задуманное. Еще, конечно, это карта обучения. Для того, чтобы двигаться вперед, вам нужно получать новые знания. Обращайте внимание на критику. Тем более, если она конструктивна. Вы можете из этого получить какую-то пользу. Ну и себя не критикуйте. Да, будьте к себе добрее. Но больше, я думаю, здесь какие-то знания. Знания или в каком-то вопросе вам мало... У вас мало то ли опыта, то ли умения. Вот с какими-то людьми у вас лучше получится реализоваться. Хорошо. Финансы. Финансы здесь вообще императрицы. Да, это может быть детские. У кого-то может быть рождение малыша. Там как-то декретные. Еще это вкладываться в какие-то свои проекты. Опять вот тройка. Да, и здесь три человека. Как-то для вас будет, может быть, и по финансам. Вот может быть, вам придется с кем-то скопироваться. Что-то вы хотите начать. Но может быть, вот не хватает финансов. Еще это вкладываться в недвижимость, в свой дом, в свою семью, в своих детей. Так я сейчас совет посмотрю. Да. Здесь еще, знаете, покупать какие-то красивые вещи. Это, знаете, жить в роскоши, в удовольствии. Здесь вам карта говорит, будете тратить на обустройство дома. Да. По восьмерке все-таки чуть-чуть ограничивайте себя. Иначе можете очень сильно потратиться. А для тех, кто хочет начать какой-то новый проект, восьмерка говорит, что у вас не хватает денег. Значит, вам нужна помощь от кого-то. То есть, в 22-м году с деньгами будьте аккуратнее. Не потратите лишнего. Не введите себя в какие-то ограничения. Может быть, для того, чтобы там улучшить свои жилищные условия. Купите, например, квартиру или дом. Вы можете попасть в кредитную зависимость. Или истратить много. Потом будете себя во всем ограничивать. Хорошо. Вот в отношениях, в любовных отношениях семьи, здесь четверка мечей. Так, а что у нас совет? Колесо фортуны. Конечно, по четверке мечей. Это или нежелание жить без партнера. Может быть, произойдет какая-то крупная ссора. И непонятно. Возродятся ваши отношения, не возродятся. Тут колесо фортуны. Здесь отношения кармические. И вас может трясти в этих отношениях. То есть, у вас то любовь, то ненависть. Здесь просто надо научиться эти отношения строить. У кого-то может подвернуться удачный шанс. Например, почему невозможна жизнь без партнера. Может быть, у кого-то в браке мужчина, например, уедет куда-то на заработки. Это вот остаться в одиночестве. Если кто-то сейчас себя изолирует от отношений, от любви. Потому что это все-таки не отшельник. Четверка это, скорее всего, самоизоляция. Тут произойдет судьбоносная встреча с человеком. Здесь вы будете чувствовать очень сильное притяжение, магнетизм. Но, скорее всего, вы будете понимать, что отношения будут непростые. Нужно учиться строить и находить взаимопонимание. Сейчас я еще одну карту. Да. А для женщин не надо быть слишком категоричной. Королева мечей. Несвойственная вам карта. Тут вам нужно будет принять женщинам, принять решение. Четверка мечей даст вам время. Время, как я сказала, вы можете на время расстаться, чтобы обдумать, нужен вам этот человек или нет. Действовать нужно не как королева кубков на эмоциях, а как королева мечей. Руководиться разумом и слушать интуицию. Если вы понимаете, что вам тяжело с этим человеком, значит нужно отсекать. Если вы чувствуете сильное притяжение и любовь, но вам сложно, значит нужно учиться договариваться. Также здесь может вмешиваться какая-то дама в ваши отношения. Это может быть чья-то мама, это или вдова, или разведенная женщина. Она может очень сильно влиять на ваши отношения. Если вы живете вместе и эта женщина постоянно вносит раздрай в ваши отношения, значит нужно съезжать. Изыскивать деньги и переезжать в свое жилье. Вот как раз по деньгам императрицы, да? Это создавать свое гнездышко, выйти вот из этих ограничений. Потому что если, например, вы проживаете там у свекрови или у тещи, то она тут является главной. Это могут быть также кармические отношения, например, с чьей-то мамой. Хорошо. Отношения с другими людьми, это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнерство. Здесь двойка жезлов ложится. Так что в совет у нас живется. Вот я говорю, тут может быть в семье очень сильное влияние какой-то пожилой женщины. Или здесь может быть, почему вы расстанетесь. Может быть у вас тут тайная связь, которую вы скрываете. Но по двойке здесь еще выбор. Может быть есть дети. Может быть есть друзья общие, родственники, которые говорят, да ты что, с ума сошел? Или там сошла. Как ты можешь все это разрушить? Или здесь реально влияние какой-то родительницы на ваши отношения, и вы уже сомневаетесь. Конечно, как в совет, верховный жрец может говорить, слушайте свою интуицию. Что вам подсказывает ваш внутренний голос? Я думаю, тут больше как-то вот закручено не на друзьях, а на коллегах. Если, да, здесь еще может быть кто-то вам предлагает или дружбу, или партнерство в работе, например, да. Опять же, вот карты советуют вам или слушать интуицию, или может быть посоветоваться какой-то мудрой женщиной. Стоит ли вам это партнерство начинать? Здесь двойка перешла. Я думаю, что здесь не два человека, здесь больше, наверное, какое-то объединение. Хорошо. Ваше эмоциональное настроение, состояние. Здесь у нас сложится луна. Ну вот опять какие-то переживания, страхи, эмоции. Луна – это когда от нас что-то скрыто. Есть какая-то ситуация в вашей жизни, будет в 2022 году, которую вы не будете полностью контролировать. И это будет создавать у вас чувство тревоги и обеспокоенности. Это может происходить в вашем доме, на работе. Может быть вообще в мире в целом. То есть что-то будет влиять на ваш эмоциональный фон. Но еще ведь это очень сильное влияние подсознания. И очень сильное влияние мамы. Вашей мамы или может быть вашего супруга, возлюбленного. Для кого-то может быть здесь стоит вопрос о материнстве. Может быть четверка мячей говорит, что вам придется лечь в больницу. Может быть сделать какую-то операцию. Но операция может быть. Может быть это ЭКО. Скорее всего это врач-женщина, который поможет вам, например, стать мамой. Но еще постарайтесь контролировать свои страхи. Если вам предстоит сделать какой-то важный для вас выбор. Ведь у нас Луна это когда мы стоим на пороге чего-то нового. И нам страшно перешагнуть через этот порог. Совет тогда, что звезда. Как интересно. Тут у вас исполнится какое-то ваше очень заветное желание. Но еще какая бы сложная ситуация ни была, которая будет заставлять вас эмоционировать или она вас будет пугать, то у вас появится какая-то надежда на благополучное разрешение вот этой сложной ситуации. Потому что звезда всегда нам дает надежду. И еще она говорит, поверьте, вот в эту свою мечту, даже если она другим кажется какой-то несбыточной. Может быть что-то здесь реализации, например, в творчестве. Есть какие-то страхи, опасения, что у вас не получится. Тут звезда ведь говорит, что вы можете засиять, стать звездой, выступать на публике. Но для этого нужно справиться со своей, может быть, стеснительностью, неуверенностью в себе. Здесь может быть еще, знаете, реализация, например, в эзотерике какой-то, может быть, духовный рост, рост вашей интуиции, самосознание. Самое главное, вот по Луне, да, если вам внутренний голос говорит, что у тебя получится, действуй. Значит, убирайте все страхи и поверьте в свою мечту и свои силы. Хорошо. Творчество. Здесь у нас ложится рыцарь монет и восьмерка монет. Чтобы продвигаться в творческих проектах, в реализации вас, как, может быть, в этой звезде. Тут еще нужно учиться и оттачивать мастерство, получать новые знания. И тогда вас ждет продвижение вперед, рост вашего мастерства, но еще и финансовая прибыль. По восьмерке еще карта говорит, или заручитесь чьей-то поддержкой, может быть, финансовой в реализации творческих проектов, или составьте с кем-то переговоры, может быть, как раз по карьере-то это и есть, да, с кем-то объединиться и начать какое-то новое дело. Но это что-то связано, может быть, с вашей реализацией. Восьмерка всегда говорит о том, что вас ждет продвижение, что будут возможности и повысить свое финансовое положение, и продвинуться вперед. Рыцарь Пентакли говорит, что вы уже являетесь мастером, специалистом, но останавливаться не стоит, нужно двигаться дальше. Нет пределов совершенству. Еще у восьмерка всегда советуют вкладываться. Вкладываться в творческие проекты. Все это по рыцарю Пентакли, все окупится. Тут самое главное, просто не стоит рисковать. Отдых. Вот это у нас тут борьба идет. Борьба с конкурентами, завистниками. И десятка мечей. Десятка мечей всегда показывает нагрузку большую на спину. Еще здесь, знаете, как карты говорят, если у вас, например, работа или какие-то планы сейчас встречают очень большое сопротивление, или откажитесь от них, или все-таки не забывайте отдыхать. Поменьше какой-то суеты. И вот, знаете как, вот эти две карты говорят, конец борьбы. Наверное, как в совет говорят, если что-то вы реализовать не можете, откажитесь от этого, расслабьтесь. Восполните силы. Может быть, вот сейчас не время. Но не забывайте, конечно, о своем здоровье. Десятка это очень сильное напряжение. Это и эмоциональное, и ментальное, но и, скорее всего, физическое. Да, может быть, еще, знаете, кто-то собирался куда-то поехать. Но, скорее всего, вы откажетесь от этих планов. Может быть, вот из-за этого, что в мире происходит. Может, какая-то у вас дальняя поездка предстояла. Но, скорее всего, вы от нее откажетесь. Но все равно отдыхайте, расслабляйтесь. Хорошо. И собственное развитие, обучение. Ну, у нас сложится маг и двойка кубков, которые переходят у нас вот здесь в троечку. Да, здесь может быть обучение. Обучение, вот как по этим картам. Да, может быть, кто-то сейчас изучает эзотерику. Магические какие-то знания. Эзотерические. Но, скорее всего, с кем-то. Может быть, карта показывает у вас. Или вы сейчас, может быть, учитесь у какого-то профессионала. Маг, да, это специалист в своей области. Конечно, это не обязательно магия. Это просто, может быть, вы учите у кого-то под рукой. Конечно, еще карта маг – это самообучение. Да, это человек сам получает знания. Может быть, вот совет двойка кубков говорит. Если вы кому-то встанете под руку, вам будет намного легче. Или есть у вас какой-то единомышленник. Единомышленник или советчик окажет вам помощь в вашем проекте. Ну и совет карты говорит. Никогда не прекращайте учиться. Да, есть еще очень много всего интересного в этом мире. И если вас сейчас, в восторг году заинтересует что-то, то учитесь. Хорошо, давайте посмотрим основной акцент 22-го года. Четверка Пентакли. Стабильность. Накапливание ресурсов. То есть вам нужно научиться выдержке. Вот с деньгами быть аккуратней. Еще, конечно, это карта стабильности. Она вам говорит, что основной акцент у вас будет. Что у вас год будет очень стабильный в финансовом плане. Если вы будете разумно обращаться со своими ресурсами. Но в то же время не бояться вкладываться в какие-то новые дела. Но без риска. Вот как здесь творческий проект. Во что-то вложиться. Но сначала все тщательно продумать. Еще карта вам советует вкладываться в недвижимость. И скопить ресурсы. Скорее всего, они вам пригодятся. Хорошо. Давайте получим для вас советы. Рыбы. 22-й год. Советы Оракула Королевы Луны для вас. Так. Пэшенс. Терпение. Карта говорит, на пути к какой-то своей цели или мечте. Вам нужно постараться наслаждаться самим путешествием. А не только местом назначения. То есть самим процессом, а не результатом. И для вас пришло время научиться терпению. Избегать соблазна мгновенного исполнения желаемого. Поэтому постарайтесь замедлиться. Не торопиться. Что-то происходит. Просто вы этого пока можете не видеть. Хорошо. Еще у нас совет от Оракула. Магические врата. Рыбы. 22-й год. Давайте получим. Ну как все перевернуты. Давайте получим. Делитесь с собой. Я невероятно щедрый человек. Сейчас я вам зачитаю. Делитесь с собой с другими. Делитесь тем, что имеете. Тем, что делаете. И тем, кто вы есть. Будьте щедры и отзывчивы. Чем больше вы делитесь с собой, тем больше делится с вами Вселенная. Давайте мы посмотрим с вами ответ маятника. Исполнится ли ваше советное желание или мечта в 22-м году. Надеюсь, вы уже загадали. Если нет, то поставьте паузу. Маятник, отвесь, пожалуйста, рыбам. Исполнится ли их мечта или желание в 22-м году. Спасибо. Спасибо. Исполнится, если вы не будете сомневаться. Вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего. Еще раз с наступающим или с наступившим Новым Годом. Удачи!